Здравствуйте! Вы видите эти графики и уже понимаете, что речь в сегодняшнем видео пойдет о попадании видеоролика на главную страницу YouTube. Что происходит при этом, какую динамику мы видим и как она может изменяться. Обратите внимание, что в начале на этом канале были практически нулевые просмотры, примерно по 2-3 тысячи просмотров в сутки. Затем начинается сначала постепенный рост до 20 тысяч в сутки, а затем скачкообразный значительный рост до 130-140 тысяч просмотров в сутки. При этом время просмотра также возрастает до 2 миллионов минут в сутки. И соответственный рост дохода мы также наблюдаем до 150 долларов в сутки. Что произошло с этим видео? Вы наверняка уже заметили вот это уведомление, которое гласит, что число просмотров этого видео резко выросло. Соответственно, можно понимать, что данный видеоролик попал либо в похожее к какому-то топовому видео, либо попал на главную страницу. Как определить, что произошло более конкретно? Давайте посмотрим. Прежде всего, обратите внимание, что данный канал был подключен к медиа-сети 12 ноября 2015 года, то есть 2 недели назад. И теперь давайте посмотрим на аналитику подробнее. Вот здесь у нас 12 ноября, 2,5 тысячи просмотров. Затем идет чуть-чуть рост и затем лавинообразный рост. Для похожих видео все-таки характерна обычно несколько иная динамика, то есть там рост идет более плавным. Если я найду сейчас удачный скриншот из свежих, я его поставлю, вы его увидите. А здесь рост очень скачкообразный. Такая картина характерна для попадания на главную страницу YouTube. И чтобы подтвердить это, открываем источники трафика. Здесь мы можем видеть источники трафика по дням. Мы видим, что фиолетовая область занимает основную часть. И обозначена она как раздел YouTube, в которых можно смотреть видео. Достаточно туманная формулировка, не правда ли? При этом похожие видео идут на второй позиции и занимают несколько меньше времени. Если мы переключимся в режим просмотра именно количества просмотров, а не времени, то увидим следующую закономерность. Вот, например, 26 число. Разделы YouTube, в которых можно смотреть видео, 95 тысяч просмотров. Похожие видео, 28 тысяч просмотров. Остальные источники трафика несущественны, значительно меньше. Так что же это за туманные разделы YouTube, в которых можно смотреть видео? Открываем этот раздел. Вот детализация разделов YouTube, в которых можно смотреть видео. И здесь у нас основной источник трафика – это главная страница. Об этом вы видите уведомление непосредственно здесь. И, как мы видим, очень резко набрало оно обороты. И мы получили ту картину, которую получили. Это не значит, что видео находится непосредственно в самом топовом месте, где отображается один ролик на главной странице. Это значит, что просто где-то в разделах главной страницы YouTube показан данный видеоролик. Сколько времени он может там находиться? В отличие от самой топовой промо-позиции, где ролик обычно находится не более трех дней, просто на главной странице ролик может находиться обычно 7-14 дней. Тоже зависит от ряда показателей, а именно от показателя удержания аудитории. Также зависит от соотношения лайков и дизлайков, от активности в комментариях и от динамики просмотров в целом. Вот такая интересная картина, такой интересный кейс. И о чем здесь хочется задуматься? Во-первых, динамика такая пошла после подключения к медиа-сети. Невольно задумаешься, что медиа-сеть повлияла на похожие видео. И похожие видео дали старт хорошей динамикой просмотров, которая привела к попаданию на главную страницу YouTube. Потому что до этого времени канал существовал огромное количество времени, и ничего такого подобного не было. Если мы вернемся на статистику источников трафика, отлистаем назад, то мы можем посмотреть, что канал долгое время не имел какой-либо значимой статистики трафика. И тут внезапно у него началась такая динамика, именно после подключения к медиа-сети. Это в принципе косвенным образом еще говорит о том, что медиа-сети в ряде случаев могут быть полезны для развития вашего канала. Напишите в комментариях, были ли у вас случаи попадания ваших видеороликов на главную страницу YouTube. И если да, то какова была динамика просмотров, и в целом какой эффект вы получали от этого. Я еще покажу вам одну вещь. Обратите внимание на динамику оценок. Особенно примечательно количество видеороликов, видео в плейлистах, оно сразу возросло до 14 тысяч. Также довольно существенный показатель тех, кто поделился этим видеороликом. И подписчики. Фактически за одну неделю с одного фактического видеоролика пришло 4800 подписчиков. До этого динамика была фактически нулевая. Так что мне будут интересны ваши примеры раскрутки видео лавинообразной. Пишите, делитесь опытом, делитесь идеями, задавайте вопросы, будем обсуждать. На этом все. Спасибо за внимание. И до встречи в следующих видео. С вами был Денис Коновалов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok